добрый день сегодня мы с вами поговорим о том что такое графический дизайн и для чего он в принципе нужен и для чего ему в общем-то учиться из графического дизайна сложно представить окружающую нас среду графический дизайн окружает нас практически везде это и различные вывески на фасадах это приложение в вашем мобильном телефоне это буквально все что нас окружает так или иначе содержит элементы графического дизайна графический дизайн это средство визуальной коммуникации которая позволяет нам общаться с помощью визуальных знаков визуальных символов графический дизайн это одно из самых емких направлений дизайна одна из самых первых распространенных областей графического дизайна это графический дизайн визуальной идентификации бренда графический дизайн визуальной идентификации бренда включает в себя следующие вещи первое это логотип благодаря которому мы узнаем продукт. Это система бренд-дизайна, это цвета, шрифты, фирменные иллюстрации и так далее. Это бренд-бук, который объясняет дизайнеру, как пользоваться всем тем, что я перечислила выше. И, конечно же, мокапы, на которых это все потом будет размещено для презентации. Следующая область графического дизайна – это рекламная графика. Рекламную графику мы видим буквально везде. Это и баннеры на страницах журналов, газет, это различные рекламные баннеры на цифровых носителях, это различная инфографика и брошюры, это презентации проектов PowerPoint, а также рекламные объявления в социальных сетях, которых мы видим постоянно. Покажу пару удачных примеров. Сейчас на экране вы видите очень классную рекламу кофейни, где вы видите, как люди постепенно превращаются в людей из сонных, таких вот в пижамах. Они постепенно превращаются в тех, кем они являются на самом деле. Также покажу классную рекламу книжного магазина «Become someone else», «Стань кем-нибудь еще». Да, такой вот очень милый, очень трогательный призыв. Следующая область графического дизайна – это графический дизайн пользовательских интерфейсов. Это разработка приложений для мобильных телефонов, для компьютера различных программ, веб-ресурсов и игр. Самая динамично развивающаяся область графического дизайна, в которой сейчас очень много денег, очень много перспектив и которая действительно каждый день растет, раздувается, раздувается и раздувается. Сейчас практически весь графический дизайн так или иначе перетекает в диджитал. Поэтому, естественно, необходимо изучать программы. И это значит, что нужно изучить не только Photoshop, Illustrator, программы для растрива и векторные графики. Это значит то, что нужно изучить еще и программы анимации, различные программы для написания кода или работы с готовыми конструкторами. Ну а следующая область – это графический дизайн упаковки. Здесь дизайн – функция. Дизайн, в принципе, всегда функция. Если в дизайне нет функции, то это плохой дизайн. Следующая область графического дизайна – это графический мошен дизайн. Что такое мошен дизайн? Это анимированная графика, то есть какие-то движущиеся графические элементы. Сейчас мошен дизайн применяется в огромном количестве областей графического дизайна. Это и анимация логотипа и презентации, это объявления и баннеры, это веб-сайты и приложения, это видеоигры и мультипликация. Ну и следующая область графического дизайна – это графический дизайн окружения. Вот здесь графический дизайн сталкивается со следующими областями дизайна. Это архитектура, это дизайн интерьера, это пространственный дизайн и даже, в общем-то, ландшафтный дизайн. Следующая область графического дизайна – это искусство и иллюстрации графического дизайна. И вот здесь очень важный момент. С одной стороны, для того, чтобы быть дизайнером, вроде как не нужно рисовать. Но на самом деле, если вы умеете рисовать, то вы становитесь классным специалистом. Потому что вы можете не просто работать с готовыми формами какими-то, не просто работать с каким-то фоном, объектами, шрифтом и так далее. Вы можете еще и разработать иллюстрацию. А иллюстрация применяется очень много где. Применяется в дизайне одежды, это обложки книг, альбомов музыкальных, каталогов, это инфографика и презентации, это веб-дизайны приложения, где тоже будет иллюстрация, а также проекты Motion Design, где тоже входит иллюстрация. Хочу рассказать о том, как проходит обучение графическому дизайну в школе дизайна ArtFutura. Также ключевым моментом является доступность этого обучения, доступность сроков обучения. Вы можете обучаться как на краткосрочных курсах, так и на годичных курсах, так и на двухгодичных курсах, в зависимости от того, с каким уровнем подготовки вы пришли. И начать лучше всего с базовых основ. Базовая основа – это, прежде всего, рисунок, живопись и композиция. Это то, что даст вам представление о форме, о композиции, о плоскости и так далее. Это история искусств, которая позволит вам ориентироваться в различных стилях искусства и дизайна. Это цветоведение и психология цвета, которая поможет вам определиться с цветом для вашего будущего брендинга, для вашей будущей иллюстрации или общественного пространства, которое вы будете оформлять. Это фотография, это графика, шрифты. Это юридические основы профессии, чтобы вы умели правильно и корректно заключить договор, вне зависимости от того, где вы будете работать. Будете вы работать в агентстве или вы будете работать фрилансером, либо вы будете работать проектно, то есть приходите наниматься на проекты. Но я бы рекомендовала для начала попробовать поработать в студии, потому что работа в команде всегда обогащает, всегда позволяет вам научиться работать в команде, потому что в графическом дизайне вы достаточно часто будете работать в команде. Но и при этом вы можете работать как одиночка и тоже успешно реализовывать свои проекты. Следующее – вы будете изучать психологию рекламы. Это тоже очень важная область, которая поможет вам делать успешные проекты. Вы будете проходить тренинг креативности, изучать различные компьютерные программы, по которым у нас, кстати, есть краткосрочные курсы, ну и также бренды. В чем плюсы обучения в школе дизайна арт-футуры? Это хорошо оборудованные классы, в которых вы можете учиться живописи, рисунку и компьютерным программам. Это маленькие группы с индивидуальным подходом, в котором вы можете быть уверены в том, что вы точно получите свою долю внимания в течение занятия. Это профессиональные педагоги, которые, что немаловажно, работают по профессии, то есть являются практиками, а не просто теоретиками. И также это регулярное участие в различных конкурсах и проектах. Какой результат вы получите? Вы получите широкий спектр различных навыков, умений и знаний. У вас будет портфолио, с которым вы сможете устроиться на работу, вы будете конкурентоспособны на рынке труда, будете уметь работать с заказчиком и в команде, а также будете иметь развитый вкус и насмотренность. И что немаловажно, вы получите документ об образовании, установленного образца, который является, в общем-то, действительно подтверждающим документом, что вы обучили, что вы профессиональный графический дизайнер. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, то, что я рассказала, было вам интересно. Ну и до встречи на мероприятиях Школы дизайна арт-футуры.